добрый день дорогие друзья каждый из вас наверняка читал детективный роман и пользовался дедуктивным методом и мы сегодня вам как раз хотим рассказать про дедуктивный метод и как он работает в реальной жизни казалось бы обычный и совершенно стандартный ремонт автомобиль grand star ex двигатель d4 cb пробег порядка 200 тысяч километров и жалоба абсолютно стандартная кипит и бурлит жидкость охлаждающая в расширительном бачке и ремонт точно такой же совершенно стандартной замена прокладки головки блока и что мы видим и прокладки действительно имеется дефект прокладка не оригинальная еще что мы заметили почему на убитым новое пальто головка новая владелец у этого автомобиля не первый и когда он купил его у предыдущего хозяина поедет на нем некоторое время на автомобиле сломалась турбина естественно владелец приехал автосервис заменить ее на турбине было сломан вал и в этом автосервисе параллельно заменой турбины заменили головку блока рассказав ему что она какая-то вся кривая и нехорошая и нужно заменить на наш вопрос а когда тебе меняли турбину давление масла померили оказалось что не померили ну и соответственно нам для того чтобы понимать что вообще в принципе с двигателем происходит на тем более это уже владелец не первый ремонт уже был какой-то нужно измерить давление благо эта процедура стоит недорого там порядка 800 рублей соответственно мы впрутили манометры измерили давление на горячем двигателе она составила 0,7 атмосферы что ниже допуска должно быть 1,7 ну а если у тебя такое низкое давление соответственно встает вопрос кто украл давление где его искать а что мы делаем когда у нас нет давления где нужно смотреть последствия отсутствие этого давления правильно в поддоне ну и нами было принято решение снять поддон и посмотреть наличие там стружки стружку мы там не обнаружили но обнаружили очень интересная вещь это вот масло приемник от масленасоса в нем лежал болтик крепления балансирного вала вот как пример балансирный вал и если у тебя на этом двигателе откручивается болт балансирного вала сувал из своих постелей выезжает вперед соответственно падает давление и повреждаются вкладыши раз у нас болтается валяется бок в поддоне вот нами было принято решение снять двигатель и проверить состояние вкладышей но скорее всего их нужно будет заменить и что же мы увидели когда сняли и разобрали двигатель тут даже и без дедуктивного метода было понятно что мотор уже когда-то и ремонтировался ремонтировался скорее всего тем владельцем у которого был куплен этот автомобиль обратите внимание герметик здесь не заводской какой-то белый весь двигатель собран на этом сером герметике когда разобрали натяжитель верхней цепи не оригинальный китайский что ли то есть кто-то сюда уже лазил вкладыши на коленческом валу в коренные вкладыши не оригинальные то есть тоже делалось и наше мнение нам что мотор сделали только для того чтобы его продать и избавиться от автомобиля но что же мы здесь обнаружили во-первых задиры на коленческом валу имеются что для дизельного двигателя критично вал нужно менять задиры имеются на шатунных вкладышах видно хорошо здесь то же самое есть задир на юбке поршня что для дизельного двигателя не очень-то и характерно в редко достаточно бывает такая вещь то есть мотор какой-то явно поюзан но естественно цилиндры какие имеют следы износа и задиры сейчас постараемся их вам показать камера может мне все передать но поверьте они есть ну и в подтвердение наших слов о том что здесь турбина установлена новая вот она новая установлена в другом сервисе при замене головки блока вернее изначально клиент и приехал поменять турбину и муж потом за параллельно с этим поменяли головку блока так вот турбина на удивление выжила при низком давлении масла и здесь нету ни радиального ни осевого люфта поэтому турбина вполне работоспособна и и поэтому менять не требуется но и одновременно с этим здесь нету катализатора потому что он был удален еще неизвестно когда прицели горохе и что еще мы обнаружили интересного это все как бы предыстория масляный насос имеет следы большого износа вот как рабочая поверхность шестерни здесь также износ имеется с этой стороны очень сильные задиры еще есть и кусок какого-то постороннего предмета попал между зубьями масляного насоса видите кусок торчит это говорит о том что здесь насос масляный не поменяли при разборке двигателя и это все мелочи самое интересное мы оставили так сказать на закуску и так смотрите балансирный вал один да он нормальный правда здесь конечно есть износы у на подшипники скольжения но не это главное и другой вал обратите внимание оба на и что же это такое кто-то его отпилил зачем но если честно мы пока еще сами не понимаем если кто-то из вас знает пишите пожалуйста в комментариях зачем это было сделано потому что кусок ряточку подложили чтобы он туда не проваливался на самом деле мы его увидели когда он там валялся смотрите вот туда он и упал естественно мы обратили внимание еще и на то что прокладка головки выпускного коллектора головки блока поставлен неправильно а ее неправильно поставить очень тяжело потому что во первых частью прокладки она упирается в двигатель и ее все-таки старались с трудом но запихнули видите отверстия выпускные на головке и отверстие в прокладке на не совпадает прокладка должна стоять вот таким образом вот вот так она стоит правильно поэтому ремонт здесь был сделан чрезвычайно плохо и я бы сказал даже бездарно но после всего что мы обнаружили прикинули стоимость ремонта и у нас еще кстати очень как рояль в кустах был восстановленный двигатель точно такой же d4 cb и предложили владельцу если хотите можете поставить себе восстановленный двигатель на что он подумал и сказал ну парни реально да мотор уже не первый раз ремонтируется и два раза причем ремонтируется криво это настолько нам известно стало да что по всей видимости два раза ремонтировать и два раза он был отремонтирован криво поэтому владелец махнул рукой сказал давайте я лучше поставлю восстановленный двигатель и вообще как сами то дорогие друзья пишите в комментариях будет интересно почитать возможно если вы напишите какую-то одну из ваших интересных историй мы попробуем дедуктивным методом ее разгадать пишите комментарии будет интересно почитать но мы так до сих пор еще и не ответили на самый главный и основной вопрос что же явилось первопричиной этого дефекта из-за чего пробило прокладку головки блока и антифриз бурлил в расширительном бачке все оказалось элементарно просто проблема оказалась вот здесь при первом ремонте по всей видимости когда двигатель ремонтировали сюда просто-напросто забыли закрутить болт и отсюда постепенно вытекал антифриз падал него уровень что приводило к перегреву двигателя именно из-за отсутствия этого болта и были выполнены все дальнейшие ремонты а был не вставленный болт не заметили из-за того что когда двигатель собран здесь проходит трубка и она закрывает это отверстие поэтому его просто элементарно не увидели вот из-за каких банальностей происходят и случаются вот такие крупные дорогостоящие ремонты в нашем деле осталась пара незначительных штрихов мотор установлен жидкости завиты давайте теперь заведем и послушаем как он работает работает ровно без посторонних шумов его не кричит и колбасит ну что ж пройдемте в мой кабинет ну что дорогие друзья настало время подвести итог и так по работам данный ремонт у нас вышел в сорок пять тысяч шестьсот рублей это включает себя снять двигатель разобрать продефектовать и под собрать ребилдовский двигатель по запасным частям ремонт обошелся в сто пятьдесят четыре тысячи рублей это включая непосредственно сам ребилдовский двигатель а также масло масляный фильтр ну я там одноразовые прокладки которые требуются при подсборке этого двигателя ну и на этом я считаю можно дело закрыть а вы пишите комментарии ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал